всем привет меня зовут уля и вы на моем канале сегодняшний влог я начинаю с утренней пробежки настрой очень важен потому что на день очень много планов будет интересный информационный влог чуть позже я еще встречусь с подругой на зырке на свадьбу которой я недавно ходила поэтому приятного просмотра заметьте за мной мужчина он проходит по парку и дезинфицирует все тренажеры скамейки представляете до этого до того все продумано вот абсолютно все что здесь стоит он дезинфицирует вот здесь вот другой дедушка видите турники протирает их значит два человека один вон там вот видите протирает надеюсь вам видно а другой здесь вообще просто я удивляюсь как это все продумано ну молодцы корейцы вот это детская площадка где мы тоже с джуном когда тепло было игрались много раз вот этот парк надеюсь часто будет появляться у меня во влогах потому что я хочу спорт в свою жизнь внедрить просто я сколько раз начинала начинала и всякие курсы покупала но почему-то меня намного не хватало когда я ходила в прошлый раз в зал в тренажерку я два месяца но тогда вот еще это более-менее два месяца проходила два месяца проходила потом опять забросила теперь хочу чтобы у меня стабильность была и мне кажется что пробежку именно по утрам легче вести будет мне чем зал ходить поэтому будем стараться по утрам сюда приходить только что мне позвонили стамуна центра это центры поддержки интернациональных семей которые нам всегда помогают и с документами все такое всегда они помогали мне за что я очень благодарна в этом плане в корее это продумано потому что как бы иностранцы же особо ничего не знают это этот центр как раз мне подсказывает допустим какие-то возможности получения помощи либо может быть какие-то опять же те же курсы бариста это они мне подсказали вот и сегодня они только что позвонили сказали что есть для ребенка там что-то раз в месяц два месяца один раз там что-то выделяется или продукты или кимчи кстати кимчи они часто звонят и говорят что у нас есть кимчи если хотите заберите я не беру кимчи потому что не свекровный мне просто знаете для меня самый вкус кимчи свекрови не потому что она моя свекровь а потому что правда у него очень вкусно кимчи и корейцы которые пробуют и кимчи все говорят что реально это очень вкусно и удивляется как как у меня так получается и поэтому я не беру кимчи а сегодня что-то там для ребенка говорят может может быть какие-то игрушки может быть еще что-то не знаю там может питание в прошлый раз вот сказали что сказали что вот типа заберите там типа коробка чего-то для ребенка я не помню показывала вам или нет мы получали одну коробку там были влажные салфетки детские что там еще было что-то там питание какое-то детское блин даже не помню ну что-то такое было в общем я вам покажу обязательно конечно сейчас наверное сначала зайду домой я забыла айди карту надо взять свое удостоверение личности типа возьму потом схожу в вакцин получу эту карточку на 50 тысяч вон карточка выдается тем кто поставил вакцину в два этапа небольшая награда так скажем от государства и эти деньги можно потратить в определенных магазинах схожу в маркет продукты возьму и сразу закажу доставку чтоб как раз я пока там там у на центр схожу приду домой уже доставили продукты и я смогла позавтракать потому что я просто у меня яйца закончились я по утрам всегда стабильно ем яйца зашла домой взяла айди карту и иду в тонсамусо тонсамусо называется этот центр это типа как цон наш и в каждом районе есть свой естественно и центр обслуживания населения здесь ремонт дороги идет я думала проходить нельзя но нормально пропускают здесь асфальт и вправду был ужасный какой-то сейчас они плитки ставят классно все ребят я получила карточку вот так выглядит карточка здесь 50 тысяч вон и нарисована достопримечательность пусана вообще каждая карточка по-разному оформлена и там ну нарисованы разные места в городе пусан и вот это вот место в 168 лестниц это то что мы с джуном я не знаю показывала опять же во влогах или нет на фуникулере поднимаемся же в детский садик у него вот возле садика есть вот такое вот красивое место как-нибудь полный влог сниму там тоже красиво просто из-за короны многие кафе там магазины закрыты поэтому не интересно там стало ну вот с этой карточкой мы пойдем эту карточку можно использовать на вот это вот рынке кстати только по своему району можно использовать эту карту то есть я могу тратить деньги только вот в этом районе можно тратить вот на этом рынке а я иду в супермаркет который находится внутри рынка я возьму только там не буду брать в другом месте почему потому что там есть доставка у них там лимит если ты набираешь на 50 тысяч вон то доставка бесплатная домой будние дни 30 тысяч вон выходные 50 тысяч вон что-то такое и вот я как раз возьму на 50 на сразу потрачу на продукты эти эту карточку если надо будет доплатить можно будет уже с другой со своей банковской карточки доплатить если продукты чуть но больше 50 тысяч вон вышло вот в общем классно пошлите смотрите как много капусты знаете почему потому что сейчас сезон кимчи мы пришли с вами в этот супермаркет я всегда в основном покупаю вот здесь в этом вот супермаркете возьму сладкую картошку сладкая картошка я прям по утрам постоянно ем очень вкусно и дешево просто идеальный завтрак тем более очень-очень полезно вот так дают чек просто прикрепляешь и корзину вот здесь оставляем потом человек приходит и разбирает и забирает ну привозит домой ну а мы с вами пойдем дальше я набрала но я так и знаю что продукт чуть-чуть больше наберу я набрала на 77 тысяч вон использовала то что на карточке 50 тысяч вон и со своей карты и доплатила 27 тысяч по моему все а нам нужно теперь потому на центр коммунат центр вот тоже недалеко находится буквально там идти минут минуты три мы с вами перейдем дорогу чуть левее тому на центр находится вот просто абсолютно все рядом с домом никуда далеко ехать не надо так удобно кстати забыла я вам окажется не рассказывала или рассказывала начала курсы корейского языка ко мне приходят домой это тоже от тамуна центра ко мне приходит домой учительница и два раза в неделю мы занимаемся по два часа корейским вот эти курсы тоже бесплатные они в принципе доступны для всех иностранцев а иностранных жен и из-за короны конечно вообще эти занятия проходили в самом центре и вот так общий класс общие занятия были но из-за того что сейчас корона все занятия проходят индивидуально и учительница приходит домой к ученикам но и именно из-за этого что индивидуально учителей она всех не хватит очередь длинная то есть чтобы допустим на эти курсы попасть по за полгода представляете очередь образовала что допустим я сейчас хочу выучить корейский мне надо сейчас зарегистрировать и только через полгода я смогу начать корейский но мне немного сделали быстрее по гладу так скажем сделали быстрее и я буквально как заявку выдала через два месяца мне уже достаняли учительство по поиску вот так выглядит центр вот это тамуна центр вот такую вот коробку я получила она очень очень легкая сказали что там просто типа такие знаете рисовашки блокноты всякие она еще у меня спросила про садик типа все ли нормально садике я просто рассказывала что мы хотим поменять садик и так далее и вот я говорю все нормально же все хорошо джун ходит садик нормально и учит с воспитательницей все нормально я вам не рассказывала на ютубе по инстаграме рассказывала что мы свекровью ходили туда смотреть камеры видеозаписи ну потому что я просто чувствовала что что-то не то ну и мы ходили смотреть видео в принципе все нормально ничего того что я сильно боялась что типа джуна вдруг обижает садики этого нет и я вздохнула это было знаете когда это наверное месяц уже как прошел короче несколько недель прошло как мы смотрели вот эти видеозаписи и я реально вздохнула думаю блин самое главное что этого нет что его не обижают и все нормально воспитательница за ним в принципе хорошо смотрит и джун хорошо себя ведет посмотрели видеозаписи он себя реально хорошо ведет когда дети ложатся спать спать а джун не хочет но он просто ложится рядом с ними и все а я думала что он мешает во время сна другим детям оказывается нет он просто ложится тоже на свою постель и как бы не спит но не мешает другим детям вот и как бы с садиком с руководителем садиком поговорили все нормально все хорошо они сказали типа все извините типа нас что ну то что воспитательница вот так названивала короче мы не знали но не то чтобы не знали просто они говорят что не такая уж большая проблема чтобы вы так беспокоились я думаю а зачем тогда мне постоянно названивать и говорит что джун вот так джун сяк он не слушается он это оказывается бывает очень редко иногда просто когда он проявляет характер там капризничать не делает то что надо но это не каждый день это просто иногда и я не поняла так и не поняла почему воспитательница мне постоянно названивала и жаловалась я вообще не поняла и руководительница садика пожалуйста типа не меняйте садик мы будем хорошо смотреть за джуном еще в марте же они же переходят в старшую группу и вот учительница старшей группы мне говорит я очень люблю джуна типа когда ему скучно он иногда в нашу группу играет приходит он очень умный он молодец там все такое скоро он перейдет в нашу группу я буду за ним хорошо смотреть типа пожалуйста не меняйте садик здесь конечно дело в том что они дорожат репутацией так скажем садика потому что мы типа с таким плохим настроем уйдем из этого садика в другой и естественно как бы да мы будем объяснять причину что вот в том садике вот это вот это вот такая такая была проблема им это невыгодно но для корейцев особенно они очень дорожат типа репутацию все такое тем более и школы и сады и университет поэтому они вот так вот но у меня нет какой-то злости у меня наоборот благодарна я посмотрела видеозаписи и просто успокоилась короче все нормально все хорошо сейчас быстро позавтракаю надеюсь продукты пришли если нет то просто наверное что нибудь сделаю что дома а у меня дома каша же есть может кашу сварить точно сейчас сварю себе кашу быстро позавтракаю соберусь и уже в 12 на зорке должна приехать она живет в районе кванали это вот это вот где красивый мост этот пляж самый офигенный вкусанник вот и она оттуда сюда приедет и нам нужно в другую сторону ехать смотрите что творится перед нашим домом это же главная трасса получается вот эта вот главная дорога основная большая и здесь строят этот как в этом посередине автобусную линию вот видите посередине дороги поставили остановки кстати я просто очень удивляюсь насколько быстро все делают в корее дорогу там когда ставят там здания строят или еще что-то ремонт все настолько быстро просто удивляется как так вот это вот остановку начали делать чтобы не соврать но летом точно не было летом этой работы не было где-то вот осенью они начали сентябрь даже не сентябре это где-то в октябре они начали хотят даже может быть ноябрь но где-то ладно скажем около двух месяцев вот около двух месяцев даже двух месяцев нету и уже почти заканчивают работу уже по-моему это смотрите не только вот здесь делают остановку а просто всю вот эту от начала до конца вот это вот главную улицу поставили вот эти вот остановки всю вот эту главную улицу это получается ой блин мне надо бежать зеленый светофор ну что ребят открываем коробку вот merry christmas ой как классно это на рождество оказывается очень приятно очень приятно что кто-то тебя с праздником поздравляет так это наверно что-то для джуна какие-нибудь сладости сейчас мы с вами откроем я хочу все вытащить о как красиво все запаковано ой как красиво смотрите коробочка и еще один какой-то пакетик смотрите это что-то там рисовать видимо да творческая а нет это елка которую мы руками будем создавать сами ну вот типа вот это вот деревяшка в виде елки да туда мы будем видимо закидывать вот эти вот штуки заполнять да как елку создать вот здесь еще гирлянды вот есть я вижу я вам потом покажу ну примерно вот очень интересно мне очень интересно что будет в конце что выйдет какая елка так теперь открываем вот это видно джуна обрадуется вечером мы сделаем елку деревянной вообще елку я заказывала на следующей неделе большую елку покажу а это у нас сладости это такие вот как это бизе или что в общем здесь тоже сладости они выглядят очень-очень аппетитными вкусные а теперь самое интересное посмотрим что у нас здесь коробка мне очень нравится а здесь наверное то что она говорила там рисовашки не рисовашки блокнот как она у нас открывает здесь блокнот ручка вот это карандашики это маркер это что это стерка у нас маленький блокнотик пенал и вот такая вот записная тетрадь ну конечно это не джун это мне я буду всегда свои цели писать как раз варю себе маную кашу джун не любит кашу хотя раньше он ел прям манку любил сейчас он не очень любит манку ну в принципе когда я один раз покупаю кашу мне надолго хватает потому что только я ем и тем более я не каждый день ем кашу это яйцеварка здесь можно меньше если воды добавляешь что яйца этот смятку да говорят смятку получается как я люблю я вышла из дома я платье надеюсь не слишком легко оделась но посмотрела погоду уже 15 градусов и думаю наверное днем будет нормально на зерке уже подъехала она ждет меня возле метро сейчас ее найдем мне не холодно я конечно под платье одела лосиный чтобы не замерзнуть вот и внутри тоже одела майку потом кофта и без рука но мне кажется что я не замерзла мы отсюда сейчас с ней сядем на автобус и на автобусе доедем до того места который нам нужен сейчас я вам покажу на зерке вот там на зерке идет привет она в шортах она декаса в платье немножечко расскажу вам про это место это деревня пеню уль муна маэль надеюсь все правильно произнесла перевод того что было написано на информационные вывески это простая деревня в которой сохранились следы боли и времени истории беженцев возникшие после корейской войны до этот район ендо где живет бабушка и дедушка джуна район беженцев поэтому можно встретить очень много бабушек и дедушек в этом районе красивая деревня напоминающая греческий санторини построенная на морских скалах здесь очень много необычных кофешопов и магазинов мы сейчас с вами туда пойдем все мы с на зерке приехали в это красивое место она первый раз здесь она живет вообще в другом районе где такой классный мост пляж кванали который я тоже показывала в блоге вот будьте знакомы на зерке чуть позже когда мы засядем в кафе она немножечко о себе расскажет вот там а раменчик короче это здесь продают рамен там еще по-моему что-то булочки что-то что-то такое там еще написано па вот но видели кастрюльки вот эти вот это так мило это как ударово вот тоже такие в таких кастрюльках сидят это атмосферно есть с таким видом рамен да 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 и в не в этих кастрюль они с этих кастрюлик нам едят рамен здесь вот магазин сувенирчиков здесь какая-то улица разрисованные стены а здесь какой-то чип тоже до ресторанчик что такое смотрите какая лестница тоже давай фотки сделаю вот такой вот кафе смотрите в этом районе все кафе с этим видом здесь конечно вид красивый здесь сделали декорации вот видите к новому году вот это вот какой-то смотровой площадки не было совсем недавно наверное появилась вот мы сейчас где кафе вот это дальше мы сейчас пойдем вот где-нибудь здесь засядем кстати на улице жарко вон на зерке сняла куртку я тоже хочу даже жилетку снять настолько жарко сейчас мы идем кафе но не вот это нам надо еще выше подняться сейчас посмотрим вот эта дорога или нет а да кстати это кошачье кафе здесь очень много кошек они тоже кошки здесь я один раз была там такие старинные вещи вообще в инстаграме вот это кафе посмотрели на зерке посмотрела там по фоткам красиво мы сейчас зайдем посмотрим о баскетбольное кольцо давай посмотрим твои навыки о молодец все мы выбрали кафе мы все-таки здесь останавливаемся потому что там на террасе очень красиво даже вот видите второй этаж тоже красивый необычный там на террасе еще лучше потому что рядом с сиденьями все вот эти стены все зазеркалены вот я же я говорила здесь вот все заведения кафе в основном с такими большими окнами с видом на море как фото зоны короче ребят мы сделали только что вот заказ и до этого мы звонили чтобы зарегистрировать свой номер они знаете как буду вызывать сюда мессенджеры какао толк который типа как ватсап наш корейский мессенджер туда придет сообщение что типа ваш заказ готов представлять что вам покажу террасу так вот выглядит терраса здесь стеклянные полы нижний этаж видать здесь видать другие кафе вот и здесь все стекло вот в смысле зеркала и здесь тоже пол стеклянный страшно немного мы короче решили здесь есть потому что фотки можно будет крутые сделать ну и с таким видом шикарно все открывается солнце слепит глаза а я же сегодня чуть-чизила я забыла сказать на зерке что типа возьми очки потому что здесь море солнце когда море солнце это просто все слепит ну и конечно я как хорошая подруга забыла сказать на зерке взять очки потому что здесь море типа солнце в такую погоду тем более все слепит в глаза и очки тут просто самый нужный аксессуар я буду сидеть в очках потому что ну не так удобно то солнце прям на меня в общем я мне надо историю снимать и youtube снимать у меня на камере совсем чуть-чуть осталось зарядки но немножечко покажу еще несколько кафешек сейчас по пути вот и на этом наверное завершу влог здесь могла быть реклама кушана этого кушона или кушана там где-то фотозона окошка должна быть там будет красивая новая мы хотим здесь просто посмотреть здесь видите вот кафе там кафе еще кафе еще что-то да так как у меня в этот день батарея на камере села я не успела заснять всю красоту этой местности поэтому приехала в другой день уже одна чтобы доснять все и показать вам поэтому на момент возвращаемся в день когда я приехала сюда одна вот так называется культурная деревня вообще в корее очень много всяких культурных деревень такая лестница если мы сейчас спустимся там фотку делают не буду мешать если мы спустимся тут лестница такая давайте спустимся пока они остановились здесь делают фотографию поэтому снять я не могу подожду пока они уйдут смотрите сколько людей вот этой вот площадке когда я снимала старое видео этой площадке не было это все построили недавно ну как недавно наверное примерно год есть если пройтись по вот этой дороге там очень очень много кафешек очень много опять же с необычным интерьером заведений вот смотрите какая лестница у меня тоже здесь есть фотография просто очень красиво смотрится особенно с видом на горы и зеленью в эту сторону проходить я не буду потому что слишком много людей я по верхней части пойду просто отсюда покажу вам вот если эту дорожку показать вы наверное помните я много раз во влогах показывала или помните и дорожка где мы еще с бабушкой джуна с дядей втроем гуляли в прошлом году я снимала такой влог сейчас туда и спускаться не буду потому что много раз показывала вы знаете здесь много раз много раз менялись кофейни магазины допустим но здесь раньше был какой-то другой магазин сейчас типа tatu shop вот и кофейни тут тоже открывали закрывались один за другим только есть несколько кофейн которые работают очень долгое время но конечно смотрите какая красивая картина получается но конечно из-за короны много кафешек позакрывалось вот вообще это тоже кафешка но она закрыта здесь тоже закрыта вот такие уютные маленькие-маленькие кофейни вот и здесь люди живут это дома это жилые дома все там уже заканчивается там уже ничего нету а еще хочу показать вот это вот типа такая смотровая площадка небольшая да там просто стоят обычные стульчики столы есть нет не знаю но потому что это такая маленькая смотровая площадка и там стоят автоматы с напитками аппараты и такая знаете типа мини-остановочка вот так вот это типа передохнуть здесь только стульчики оказывается стоят мусорный курилка стоит и мусорный этот вот с таким видом но это типа вот реально для отдыха стоят аппарат аппарат стоит кофе витаминчики и воду можно вылить мы с вами пойдем дальше я вижу очередь это длинная очередь скорее всего на фото зона фото зону здесь тоже открывается вид на море вот с таким видом люди фотографируются и в очередь стоят классно здесь тренажерки стоят помните я приходила сюда сюда по утрам занималась ну а мы с вами чуть дальше пойдем и вот здесь уже такая идет дорожка прямо прямо до конца вдоль моря можно по вот этой вот дорожке идти ну здесь нету дорожки но здесь люди проходят здесь есть проход ну то есть можно пройти без проблем и вот сейчас уже солнце появилось смотрите как красиво смотрится хочу показать вам какое красивое место я нашла и я сейчас уже полчаса даже больше стою здесь чтобы сделать фотографию просто из-за того что люди проходят вот и я никак не могу сделать и самое интересное я снимала сначала на стояла вот на эту сторону этот фон снимала прошла сюда и здесь оказалось что здесь с этой стороны снимать намного красивее потому что вот видите здание здесь типа вот море мост скалы а там здание вообще к очень красиво поэтому сейчас жду он опять люди поднимаются блин смогу ли я еще фотки сделать сегодня или нет короче мы с ноздерке пришли есть русскую кухню вот она она заказала борщ да я заказала себе куксу холодная вообще вот свежий салатик взяли сейчас скоро приедет джун поэтому нам надо быстро поесть приятного нам аппетита короче вот этот мальчуган он приехал на автобусе это детского садика и прям там уснул я его поднимала на руках принесла домой уложила на кровать и он только проснулся о а мама она журнала джунья привет джунья о какая мама это оказывается живые растения их надо вот так вот клеить сейчас мы будем на елку клеить и вот Я говорила, что есть гирлянды Они рабочие Сейчас мы будем оформлять эту елку Она очень хорошо Назарька пришла домой Это Назарька Смотрите, я думаю, почему нет инструкций Назарька сказала, что здесь есть QR-код Я прошла по этому QR-коду И здесь выходит, представляете, видео инструкция Как эту елку делать Смотрите, ребята, какая елочка получилась Интересно, что ты своими руками создаешь елку И что самое интересное, вот это дерево Это живые растения Я не поняла, честно говоря, что за растения Здесь что-то в видео говорят, что Это живые какие-то растения Ну, это просто очень классно Смотрите, какая елочка получилась Это Джун сам сделал На этом наш влог заканчивается Очень надеюсь, что вам понравилось Я по максимуму постаралась Показать вам всю красоту района Йонгдо Мы с вами скоро встретимся Всем пока-пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok